В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Спонсор программы. Профилактическая терапевтическая клиника Формула. Как ни парадоксально, но холод, от которого мы устали за последние месяцы, может помочь нашей коже восстановиться после зимы. Конечно, речь идет о криомассаже. И если многие годы для него использовали холодные ванные повязки, ледяные обертывания и аппликации, то сегодня современные клиники используют жидкий азот. Криомассаж – это новая современная методика омоложения кожи лица, шеи, декольте и всего тела. Жидкий азот хранится в больших металлических алюминиевых контейнерах. Из контейнеров забирается в термосы, а из термосов специально деревянными палочками, обмотанными мягкими тканевыми салфетками, смачивается и проводится массажными движениями по коже желаемой области. Когда проводится процедура криомассажа, пациент ощущает прохладу, сменяющуюся теплом и легкое покалывание. Жидкий азот в момент соприкосновения с кожей обладает температурой минус 196 градусов, отчего сосуды резко сужаются, а после мгновенного испарения азота расширяются. Все это приводит к улучшению циркуляции крови, обменных процессов и целому ряду положительных явлений. Процедура в первую очередь показана женщинам с мелкоморщинистым типом старения. Это неглубокие мелкие морщинки, темные круги под глазами. Также женщинам с отечным типом старения, часто отекающим женщинам. Также показанием криомассажа являются демодекоз, расширенные поры, жирная кожа, угревые высыпания. Процедура длится около 30 минут. Курс 10 процедур с периодичностью 1 раз 7-10 дней. Противопоказанием криомассажа являются эпилепсия, инфекционные заболевания в острой стадии, обострение хронических заболеваний, аллергическая реакция на холод, герпес в острой стадии. Помимо того, что методика имеет мало противопоказаний, она легко сочетается с другими терапиями и не сопровождается появлением серьезных побочных эффектов. Сочетание черного с белым называют образцом классической элегантности. А еще его можно расценивать в качестве фона для любого другого яркого оттенка. Несколько примеров тому в продолжении выпуска. Всего два цвета и акцент на линию. Так видит женщину этой весной команда Ксении Дизайн. Сочетание черного с белым иногда служит фоном для более ярких оттенков. Впрочем, с этими деконструктивными линиями ахроматичная идея хороша сама по себе. У дизайнеров бренда Мадо романтика с характером. Есть в ней смелые и даже дерзкие нутки. Какие бы тренды не диктовали нам социальные сети, с наступлением весны всегда возникает потребность удовлетворить романтические настроения. И в этой связи в центре внимания оказываются не ультрамодные идеи, а стильное воплощение женственности и легкости. Наряды на любую погоду в салонах женской одежды «Макси Мода». Завораживающие модели и дизайнерские решения для тех, кто не хочет оставаться в тени. Одежда с 46 по 72 размер от лучших европейских производителей. В салоне «Макси Мода» на Пушкина 60. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себе. Хочется вернуть молодость. Энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника «Диплекс». Каждая достойна быть красивой. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Традиционный отчетный концерт благотворительного фонда «Андрюша» в этом году состоится 20 апреля. По традиции в нем примут участие не только юные таланты, но и звездные попечители фонда. Первые репетиции прошли в присутствии съемочной группы «Бьюти Тайм». Отчетные концерты фонда «Андрюша» всегда отличаются качественной постановкой и оригинальными спецэффектами. Но все же главное в этом действии не форма, а содержание, которое создают сами участники. В который раз участвуете? Первый. Первый. Первый, да? А что танцуете? С маленьким. Мы будем представлять два танца. Это «Танцуй со мной» и... Миллионы голосов, что мы показываем, что каждый человек не один, у каждого есть друг, и мы все можем помогать друг другу. В галоконцерте обычно принимают участие звездные попечители фонда. За годы работы идею репетиции на расстоянии отработали до мелочей. Ну, это интересная, конечно, история, потому что сейчас работают на удаленном доступе. То есть, во-первых, уже есть выпускники фонда, которые учатся в московских заведениях, и там Игорь Монаширов, например, репетирует там. Вот тоже номер, который вы видели, мы делаем с Олежкой. Он там, мы здесь. Мы сейчас репетируем, высылаем ему видео. Ну, вот таким вот образом. Ну, это придает такую свою оригинальность этому проекту. Это душевный праздник искусства, который интересен зрителю любого возраста. Каждый номер – яркое шоу с современными сценическими эффектами. У нас там и мультимедийное шоу в прологе, и танцевальный коллектив, студия очень большая, вокалистов много. И многие лауреаты прошлых лет, кто изъявил желание, тоже выйдут на сцену. Ну, я уверена, что в этом году пролог по-новому прозвучит. Каждый концерт становится более фееричным. Эмоции просто блещут, просто бьют ключом. И я очень рада, что могу являться частью подобного действия. Вы смотрите «Бьюти Тайм» – программу о красивой жизни и красивых поступках. Продолжаем выпуск. Эти девушки – известные специалисты бьюти-индустрии нашего города. Попасть к ним на макияж, примерку или консультацию мечтают многие. Ну, а они, в свою очередь, мечтают сделать красивыми и счастливыми всех без исключения. Историй было много, но одна история нас очень зацепила. Она написала историю сестра Эльвиры. Эльвира – молодец, она большой такой боец. Она прошла несколько курсов химиотерапии, и она борется за себя, за свое здоровье. И мы решили ей подарить такой праздник, который, надеюсь, заполнится на всю жизнь. Мы сами в таком восторге, что получилось. Очень-очень счастливы, что смогли подарить такую частичку праздника. Но в моей жизни, конечно, это не первый проект. Я курирую три года уже проект «Равный равному». Это помощь инвалидам при адаптации в социальной среде. Но тут проект получился так спонтанный. И вот девушка выиграла у Яны и пригласила меня поучаствовать. Преображение, фотосессия и подарки – вещи, способные порадовать настоящую женщину в любой жизненной ситуации. Ну а еще очень важно, что профессионалы всегда работают индивидуально. У каждого человека природой уже заложен личный стиль. И у Эли есть восточная нотка в ее внешности. Поэтому я взяла за основу эту ноту и ее приукрасила в современном исполнении. Так и родился, в принципе, концепт весь общий. Эти лодочки нам подарили сталь, за что им огромное спасибо. Потому что это последняя точка в нашем комплекте, которая незаменима. Это восточная внешность, яркие черты лица. Самое главное, чтобы присутствовали более естественные оттенки. Чтобы не перегрузить девушку. Разница до и после бы колоссальна. Такое было удивление. Мне прям до слез, если честно. Очень прям тронуло. Потому что там прям у нас есть видео, ну прям до мурашек, если честно. Как эта героиня очень рада была. Я очень счастлива. Индустрия красоты до конца будет оставаться красивой, пока там будет находиться место красивым делам. Авторам проектов хочется пожелать больше единомышленников, времени, сил и идей для новых преображений. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Далее в выпуске нитевой лифтинг в проекте «Моя новая жизнь». Современные косметологические методики позволяют решать такие задачи, которые раньше были под силу только хирургии. Нитевой лифтинг стал своего рода альтернативой круговой подтяжки лица. Классический лифтинг убирает лишнюю ткань, а нитевой лифтинг он перемещает. Когда есть незначительный птоз, когда есть только начинающийся птоз, и перемещением объема мы снизу улучшаем овал, а в средней трети мы улучшаем объем. Преимущества нитевого лифтинга заключаются в том, что мы можем по желанию пациента сформировать определенную зону скаловой дуги, щечки, ну и, конечно, это контур нижней челюсти или овал лица. Доктор Гайя, член Европейской академии лицевой пластической хирургии, является автором собственной методики нитевого лифтинга. Активно практикующий в Италии, доктор Гайя также работает с пациентами нашего региона. Благодаря именно итальянской технологии, на которую мы обратили внимание в 2009 году, а итальянцы стали ее применять в 2007, что они сделали? Они стали применять малоинвазивную технологию, которая не является операцией, для восстановления тканей лица в течение, ну, примерно часа. Самое интересное, что эффект женщина видела сразу, длительность этого эффекта соответствовала длительности после пластической операции, но при этом нет ни наркоза, нет шрамов, нет рубцов. И реабилитационный период, он очень короткий, ну, буквально 7-10 дней. За то время, что нитевые технологии применяются в эстетической медицине, они постоянно совершенствуются. Так, на сегодняшний день существуют различные виды нитей и методики их установки, в том числе и авторские. Сегодня есть очень много материалов, которые используются, есть очень много различных техник, которые выполняются. Вот, есть сфиксация, есть без фиксации, есть нитки корейские, есть итальянские, есть американские, есть российские в том числе. Благодаря нитевому лифтингу именно итальянскими нитями мы можем не только создать лифтинг тканей, кстати, еще и 3D-моделирование лица, но и влияем на само качество кожи. Благодаря тому, что ниточка, она имеет не только особое строение, но она и покрыта определенным составом. Это полимолочная кислота, которая является очень мощным увлажнителем, и кожа становится более упругой, сияющей, выглядит очень молодо и красиво. В Италии, где большую часть времени практикует доктор Гайя, нет разделения на косметолога и пластического хирурга. Пациента ведет один специалист, который, в свою очередь, предлагает различные варианты омоложения, от консервативных до радикальных. У врача, который владеет методиками и по нашему законодательству пластического хирурга и косметолога, ему, конечно, легче работать с пациентом. Пациент имеет одного лица, чем у врача, и после, допустим, выполненной радикальной манипуляции, ему легче сориентироваться, как правильно поработать с этими тканями. А пациенту легче работать с одним врачом, потому что доктор прекрасно понимает, вместе с пациентом, от какой точки А они начали и какой точки Я они должны прийти. Итальянский тренд – это натуральность, экологичность и безопасность. Доктор не формирует каких-то черт лица человеку, которых у него не было прежде. Обычно он просит принести фотографии, вот где-то 50-летней давности, для того, чтобы посмотреть форму лица. Каждый пациент должен иметь свое лицо, должен иметь свое Я, свою индивидуальность, и врач не должен, не меня, должен только помогать законсервировать ее, улучшить. Мы стараемся иметь более широкий взгляд на все это, и не строить штампы, а именно находить ту индивидуальность, и работать с этой индивидуальностью, ее не изменять, а только почихнуть. Малоинвазивная, что значит почти нетравмирующая, но при этом эффективная методика не только возвращает молодость, но и является профилактикой старения. Именно поэтому нитевой лифтинг так популярен во многих странах мира. Транспарентность или прозрачность, которая уже не один сезон присутствует на позиуме, обычно бывает представлена в двух вариантах. Первое – это легкие шифоновые фактуры, второе – это кружево и сетки. Как раз на втором варианте транспарентности остановимся сегодня подробнее. Очень часто можно услышать мнение, что вся одежда уже была изобретена, и сегодня дизайнерам остается работать в направлении апгрейда уже существующих моделей. Отчасти эту мысль подтверждает тренд на транспарентность. Взять, к примеру, куртку-бомбер из плотного кружева – привычная модель в провокационной подаче. Пулловер или джемпер из транспарентных тканей позволяет создавать много разных комбинаций, от вариантов на голое тело и до сложных многослойных луков. Еще одна актуальная вариация тренда – сетчатые и кружевные рукава на платьях, футболках и трикотажных пуловерах. Если полупрозрачные шифоны выглядят, как правило, по-вечернему провокационно, то идея транспарентности, реализованная в сетках различной плотности, смотрится буднично, но эффектно. Отчасти задача дизайнеров – не дать нам заскучать, ну а нам быть готовыми примерять яркие идеи и уметь удивлять окружающих и саму себя. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда на Пушкино-65 и Соне Кривой-30. Студия красоты Гуфа. Подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. Все выпуски «Бьюти Тайм», новости и анонсы событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм», нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта «Модный дом. Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин